Компания Porsche поддержала празднование 20-летия журнала GQ Россия. Штутгарцы установили в метрополе электрический Taycan, модель которой они очень гордятся. Это автомобиль, который, на наш взгляд, очень соответствует и изданию, и новым трендам. Сама машина интересная по концепции, она новая по дизайну. Это совершенно другие ощущения и впечатления от поездки на данном автомобиле. Мы очень гордимся, и для такого мероприятия, это, наверное, сейчас, на настоящий момент времени, самая подходящая модель, на наш взгляд. Среди гостей было много тех, кому уже удалось испытать Taycan в деле. И все они отзываются о нем крайне положительно, как, впрочем, и о марке в целом. Это потрясающее ощущение. Я никогда не думал, что на льду родного моего озера, где я родился, я буду получать такое удовольствие от вождения электрокара. Не мог себе представить, что в условиях зимы, в юге и большого снегопада нам очень повезло. Эта машина справится и покажет свои самые потрясающие качества. Я совершенно не ожидал, что электрический автомобиль на льду, и вообще электрический автомобиль может так ездить, а во-вторых, что на льду можно выделывать на электрическом автомобиле такие невероятные все эти дрифты, все эти развороты. Совершенно невероятные что-то. Мой первый Porsche появился 25 лет назад. Это был Porsche Boxster, желтого цвета, его помнят все Сочи. Porsche – это не только передвижение, это эмоции, это вдохновение, это восторг. Вот для этого нужен Porsche, для этого нужно обязательно хоть раз в жизни купить этот автомобиль. К слову о покупках. В новом году в России должны отменить беспошлиный ввоз электрокаров, из-за чего машины подорожают. Однако Taycan какое-то время еще можно будет приобрести по старым ценам. Мы произвели в четвертом квартале этого года больше автомобилей, чем нам нужно, чтобы успеть их до повышения пошлина, растаможить в России и привезти клиентов. Не секрет, что у нас очень большой банк заказов, очень большое количество людей ожидают автомобиль, и часть этих людей смогут получить автомобиль еще по старым ценам. Штутгарцы намерены развиваться в электрическом сегменте и дальше. Так, компания Taycan'у вскоре составит и зеленый Macan. Но подробности о нем будут позже.